Многих удивила игра сборная Германии, можно сказать, что удивила в негативном плане. Все-таки Германия еще два дня будет чемпионом мира в действующем, но к вечеру, в воскресенье уже им не станет. Многие, конечно, не ожидали Германии в финале, потому что все-таки было видно, что команды сейчас такой яркой нет, хотя выиграли все 10 матчей отборочных. Но все-таки, если сейчас уже прошло несколько недель, много дискуссий, твое мнение, в чем все-таки главная причина неудачи в сборной Германии? На мой взгляд, что немцы при таком подборе игроков сумасшедшим не проявили себя именно как сплоченный коллектив, как команда, что наоборот оказалось вборной России. У немцев каждый играл сам за себя, и не было лидера, настоящего капитана команды, который бы повел за себя, который бы вокруг себя объединил игроков. Казалось, что немцы с очень большим контролем мяча не знали просто, как пройти дальше к штрафной площадке. Контроль мяча у немцев был колоссальный. Ну, как я уже говорил, именно с тем, что команды сейчас научились оброняться хорошо, незабитые игровые, если вспомнить, Хумель смог забить, японцам за 5 минут до конца было все по-другому и говорили по команде по-другому. Если мы говорим про лидеров, кто сейчас из нынешней команды или из тех, кто не поехал, может стать вот таким вот вжаком в будущем сборной Германии? Ну, у Германии в любом случае молодое поколение сейчас интересное. Нужны, как я уже подчеркнул, нужны на несколько людей, как был Шефан Эйфенберг в свое время, в последние годы был Филипп Ламп. Люди, которые своим примером поведут вперед, заведут команду. Если по именам, ну, естественно, что, на мой взгляд, время Вюзеля, время Гомеса прошло уже. Там нужно будет иного нападающих искать. Ну, и Кидира тоже, наверное, тоже. Кидира есть, да, уже. И Мюллер тоже. А вот Кросса, мне кажется, у Кросса все-таки есть огромный потенциал еще, да, вот только ясно, что он уже четырехкратный победитель Лиги Чемпионов. Но вот таких вот лидерских качеств, мне кажется, у него все-таки не хватает. Ну, у Кросса другие задачи на футбольном поле. Он больше, больше где-то в опорной зоне, принять лечи, распасовывать их по краям, ну, отдавать где-то пронизывающие передачи вперед. А вот именно, да, Филипп Лан тоже играл справа в защите. А своим накалом, своим подключением вперед, постоянно с мячом, Кросса немножко другого плана.